Комбатом. У нас телефонное включение сейчас может сорваться. Вот тебе раз. Вадим, но вы первый после этого, да. У нас с вами на связи на телефонной, да, я так правильно понимаю? Сергей Мельничук, командир батальона Айдар из «Счастья». Сергей, здравствуйте. Вы нас слышите, я надеюсь? Да, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте сначала вы скажите, что сейчас в «Счастье» происходит, которое обстреливалось уже несколько дней до этого. Вы прямо в «Счастье», да, правильно я говорю? Да, я в «Счастье», на месте дислокации батальона. Обстрелы... На данный момент тихо. Вчера вечером немножко подстреливали, днем обстрелы были, долетали к нам в расположение некоторые пульки, скажем так, и осколки. А так, они нас обстреливают, мы отвечаем иногда. Вот. Два дня назад был хороший минометный обстрел, где попали в ТЭЦ. Сгорели два трансформатора, было аварийное отключение с северной части области. Это полностью обесточено было, ну, от, получается, с севера Донецка, Лисичанска, Рубежная и аж под самую границу с Харьковом. Вот. Это все было обесточено. Но сейчас мы знаем, свет уже восстановлен, да, Сергей? Да. Целую ночь тогда работали ремонтные бригады, пожарники, вот. Личный состав вооруженных сил. Ну, мы себя оппозиционируем как вооруженные силы, потому что мы есть таковы. Вот. К утру подали свет на Лисичанск, на ту сторону, потому что там были шахты, шахтеры остались под землей, и шло отопление, поэтому максимально быстро мы туда подали. А, ну, скажем так, к 11 часам утра уже было запитано город Счастье и остальные регионы. Понятно. Сергей, у нас к вам очень важный, возможно, сложный вопрос. Вот. Есть ли российская армия, которая сейчас стоит перед вами, пойдет в наступление сейчас на вас? У вас есть силы их остановить или нет? Вы сможете это сделать? Скажем так, по данным разведки, я российских войск здесь не видел. Ну, есть сепаратисты, их... Ну, они могут прийти, границу для них перейти сейчас плевое дело. Да, согласен. Есть чем остановить, есть боевой дух. Мы готовы к этому. Отсюда мы не уйдем и будем держать эти рубежи однозначно. В принципе, все-таки рассчитываю на то, что мирные переговоры достигнуты будут и города, и села, которые находятся за той буферной зоной, в которой мы сейчас находимся. Это все будет наше. Наши земли будут нам возвращены. Сергей, простите, пожалуйста, здесь ваша тезка, депутат Сергей Власенко хотел бы вас о чем-то спросить. Сергей, скажите, пожалуйста, а чему вы вважаете, не дотримуется перемирие? Как вы вважаете, чему? Я думаю, я думаю, что это домовленности на верхах, а внизу там свои домовленности полевых командиров по-своему это рассиняют, и тому идут такие бои. Я думаю, что нужно домовляться на верхах. Бо просто нам за проголосование законно обещал и мир, а его нема. Но вам же Сергей объясняет, что мир, по его мнению, не придерживаются тех, кто не решает эти вопросы. Какая война, такое перемирие. Гибридная война, вот и перемирие гибридное. Давайте попрощаемся с Сергеем. Нет, уже связи нет, Сергей. Спасибо вам огромное. Держитесь там, пожалуйста, мы с вами мыслим. А, не можем, извините, не удается удержать связь.